здравствуйте друзья мы сегодня в рубрике интервью с блогером у нас такой сразу бонусный сюжет нас двое вместо одного блогера ну представляйтесь вот начнем с дамы дама представляйтесь насти и даниил я так понял что вы как бы из сан-франциско но как бы где-то на выезде сейчас находитесь далеко жили в сан-франциско до июня а саммит вы откуда но я из калининграда такие балтийские как бы хорошо значит жили в москве как вы в сан-франциско вы как оказались учеба была то есть была возможность продлить свое обучение в моем случае это после окончания у меня было как разветвление да что делать у меня была небольшая компания в то время и на тот момент как бы был такой страх застрять в москве и никуда больше с этим не уехать и и в итоге в итоге для того чтобы расширить свои возможности перемещения по миру был сделан стратегический шаг продать то что было и приехать штату это неплохое вложение она сейчас упала в цене сильно сейчас бы уже вот так не продали значит а факультет то какой у вас мгл у меня был социологический факультет есть сейчас такой да к сожалению не технически для долины не очень полезно но и специальность была менеджмент организации так а насти у нас кто по образованию я тоже закончила менеджмент организации но балтийские федеральные университеты имени мануэла канта в калининграде вот и после этого я решила поехать в америку магистратуру потому что я всю жизнь мечтала получить образование за рубежом даже еще кроме как не в сша учиться бизнесу я приехал сам франциско эммануэл кант наверное бы вас поддержал да вообще так какой-то мне кажется глумление какое-то как и чё кант то ой хорошо ну ладно значит так с кантом понятно а а вы вы уже были вместе когда поехали или вы здесь познакомились в америке учились в одной бизнес-школе то есть только настя на год раньше я выпустился и возвращался же туда как выпускник навстречу и она как раз и попал да да как где вы учились там это интернашнл бизнес школа это скажем так она для международного бизнеса котируется на международных рейтингов у нее кампус по всему миру так там 5 кампусов у нее основных это сан-франциско бостон шанхай лондон и дубай и во время обучения есть вариант ротироваться то есть я во время обучения имел счастье поучиться еще в бостоне и в шанхае и потом с этим опытом да с каким-то проектами международными про бостон я не спрашиваю в шанхае как там я был удивлен то есть на самом деле живя до этого в нью-йорке сравнивать нью-йорк с шанхаем по урбанизации шанхай даст фору пожалуй нью-йорку потому что инфраструктуры там сейчас конечно выше класс по английски говорит народ или так а народ который в бизнесе да то есть там очень много экспадов на самом деле то есть шанхай это огромное количество иностранцев со всего мира поэтому там никаких проблем вообще не было с языком то есть мы там выучил какие-то основные вещи для таксистов да там куда что доехать прямо направо налево да там элементарная фраза и на этом знание моего китайского границы ну хорошо вы приехали в познакомились настей вы как бы там друзья или вы уже семья или как вы были друзьями достаточно долгое время сейчас уже семья хорошо значит как семья я просто пытаюсь понять вашу таскать географию вы отучились у вас был наверное этот самый практик optional practical тренинга вы поработали в сша чего делали то мы даже не только поработали по стажировке а после этого остались и я например значит проходила стажировку в одной компании потом после университета я нашла работу в другой компании а потом это были и стартапы и корпорации и последний раз я работала уже около двух лет в американской компании вот это было до июня перед тем как уехать в чили нападать ну виза какая была у вас в это время это сначала было f1 студенческая потом я получила о 5 и после этого мой работодатель подал на меня H1B то есть у вас была H1B реально а чего тогда уехали могли бы еще работать могли да у нас обоих на самом деле были H1B вы везунчики какие слушайте вот лотерею это проходили или это было еще до лотереи было очень сложно получить H1B так а чего же вы уехали то тогда было попроще а уехали хороший вопрос один из основных моментов наверное заключалась в том что у меня свой стартап и стартапы в долине на ранних стадиях очень тяжело я думаю даже тяжелее чем многих других местах и наверное одна из основных вещей это наверное стоимость жизни и и и и вы наверное правильно подметите потому что я смотрел сейчас видео ваши новые вы смотрели жилье да там стоимость недвижимости и для того чтобы поддерживать нормальное качество жизни в долине нужно нормально зарабатывать а когда стартап на очень таких ранних стадиях ну заработок такой ну скажем так не шибко пустый часто получается и был такой момент что надо было поднимать опять инвесторские деньги то есть у меня до этого получилось поднять порядка 150 тысяч долларов но они уже скажем так уже проели за это время команды а чё там за деньги такие раз и нету и тут либо надо было поднимать и опять там отдавать кусок доли и либо что-то еще делать и у нас старта в чили программами чилийская без как без и квати до без какой-то части размывания доли компания государственные в районе 40 тысяч долларов что для чили в принципе нормальный день я не понял они дают эти деньги безвозмездно иностранцам кому угодно просто у них есть лишнее бабло и все то есть они ничего в ответ не хотят в ответ нужно делать лишь небольшие небольшое менторство которое там меньше 10-15 часов за полгода ну может там 20 часов за все время да если считать а кого менторить то? других предпринимателей студентов то есть я в три раза приходил в университеты там группа студентов да там надо было менторить общаться с ними мы здесь организовали стартап weekend соревнование был спикером на конференции девелоперов говорил про agile development вы в Сантьяго или вы где-то там в глубинке? мы были в Сантьяго большинство времени и вот сейчас у нас продолжение небольшой программы так называется региональное развитие это государство скажем так попросило нас задержаться на один месяц и приехать в глубинку и вот в глубинке я вот сейчас буду завтра читать курс по customer development это по-русски это у нас как исследование клиента да то есть модель бизнес-конвас как устраивать бизнес-модели и вот буду здесь читать небольшой как бы курс но от вас не требуется по-испански там? нет мне кстати очень часто предлагали переводчиков то есть переводчик выступаешь и общаешься с людьми и это ну очень приятно да то есть нигде в мире мне еще не приходилось переводчиками выступать окей слушайте там Чили вообще Сантьяго там так в целом но мы так Настю мы не так пока не смотрим в ту сторону а так вообще девки симпатичные там? или как-то не нашего типа? не нашего типа я могу сказать нет да я никого не смотрю смотрю только на животные ну я не имею ввиду предметный интерес а так ну вот так в принципе так Настя как там молодые люди и так ничего? нет мне честно говоря вообще не нравится чилийское население в плане вот именно как бы внешне но мне очень понравились бразильцы причем как женская половина так и мужская то есть вы и в Бразилии были? да так веселые танцуют что вот мы здесь в Латинской Америке путешествуем и бразильцы они более ну скажем похоже так на европейцев то есть они там ухаживают за собой у них более светлый цвет кожи я бы сказала что да Бразилия ближе а в Аргентине как? не были в Аргентине? собираемся как раз через четыре дня ну хорошо а там по мелочи там Уругвай, Парагвай там где вы еще были? мы были в Перу, были в Боливии и ну вот по Чили путешествовали окей то есть вы по таким местам более экзотическим да ну чё же хорошо так а блог у вас о чем? вот как раз блог у нас о стартапах и путешествиях то есть мы в принципе ну начали вести свой блог когда ну так сказать начали посещать на самом деле проблема заключилась в том что очень много было эмоций впечатлений от путешествий и о познания стартап мира а записать это нигде не удавалось и потом когда про какое-то проходило время и ты как-то думаешь уже не помнишь ничего да что-то такого произошло а вот что конкретно так уже не помню и даже когда люди начинают тебя спрашивать а что как даже не знаешь с чего начать и вроде бы полно всего рассказать а вроде бы уже настолько много нужно по свежим следам потом не вспомнишь половину конечно и как бы начали просто записывать свои впечатления и так получилось то что вот наверное Настя ее больше интересует путешествия и новые места и культура да меня безусловно тоже интересует но одновременно вокруг нас очень много людей у которых очень интересные бизнесы и стартапы которые позволяют им путешествовать по всему миру жить по всему миру и как бы получать доход да от этих бизнесов и как бы тогда в принципе родилась идея то есть мы начали интервировать наших друзей наших знакомых то есть расскажи вообще в чем вообще заключается давно вы начали блог? как только в Чили приехали то есть это летом где-то в июле ну в Чили попозже начали в июле а нас вы давно знаете наш канал? я давно знаю я смотрела ваш канал еще когда была в России и готовилась к поступлению в американский вуз и я искала в интернете информацию вот все что касается Силиконовой долины, Сан-Франциско ну это сразу к нам конечно да так а что же вы к нам то зашли бы вот мы бы с вами тут вот тут бы сняли там на фоне ну да я честно говоря все хотела я вот прям как с первого дня приехала в Сан-Франциско думаю о все я обязательно приду но потом учеба и учеба была очень интенсивная времени не было потом работа и я вот так все все только видео смотрела вот так с лета с июля месяца за полгода у вас сколько народу там есть подписчиков? пока у нас немного где-то 215 человек но они активные спрашивают что-нибудь или просто так вот есть и есть они да спрашивают но очень часто как бы пишут в личку то есть больше так и комментарии оставляют вот а какие-нибудь гадости вам пишут или пока нет? пока нет это впереди разрастетесь вот да это интересно я так замечал вот по разговорам с людьми что где-то начиная с двух тысяч подписчиков уже вы начинаете представлять интерес чтобы попачкать потому что что-то такое маленькое там можно конечно пачкать но как бы эффекта нет да в этом деле да в этом деле главное главное сразу и без церемоний там перерезать и все тогда сразу у них как-то мотивация падает ну что же каким образом перерезать? а там есть можно блокировать пользователей чтобы они не могли писать ну научитесь когда до дела дойдет сразу научитесь а то некоторые рекомендуют наоборот таких оставлять чтобы там дискуссия была живая на стране обратная сторона этого в том что приличные люди от вас уйдут потому что знаете как такая рыба породистая хорошая такая солидная рыба она в мутной воде не плавает хотя чистую воду подавай там поэтому тогда у вас весь канал будет состоять вот из этих мусорщиков а нормального народа не будет и уже совершенно не то удовольствие нет есть люди которые в этом как бы вот его пока к выхлопной трубе не поднесешь так он все будет жаловаться что воздух грязный а так уже вдохнул и ожил поэтому то есть вот есть люди выхлопной трубы а есть люди там какого-нибудь лесного массива поэтому каждый каждый в своем месте одни в массив другие к трубе выхлопной ну что же хорошо так а на что вы снимаете у вас много техники или так на селфон там на что вы снимаете ну мы пока любители и начали с айфона вот потом постепенно появился там селфи стик потом значит стабилизатор а сейчас вот думаем уже надо свет покупать стабилизатор то есть вот так камеру вот на нем да ну да а у меня что-то не прижился у меня был стабилизатор я его потом блогеру хвостовичу подарил потому что чего-то у меня знаете так я могу так держать прямо но я тогда много снимал в аэропортах там ребята приезжали и я когда приезжаю в аэропорт и мы идем человек идет а я с этим со стабилизатором и когда нужно поворачивать влево вправо что-то он не очень поворачивался знаете вот вот так он нормально а вот влево вправо не идет вот мне бы вправо а он еще там вот и вот так я понял что мне для съемок на ходу как-то мне мешает ну не знаю может быть я научусь сказать со временем но пока вот а сейчас мы вообще в аэропортах почти не снимаем все больше так вот в стационарных условиях ну хорошо а вы смотрите там как у вас резолюшн там 1080 high definition там вот вы реагируете на это или там 480 там и все если честно на такие технические моменты пока еще не заморачиваются но у нас high resolution но у нас high resolution ну так что же заморачиваться когда high definition конечно уже можно не заморачиваться да я тут у одной женщины значит я смотрю у нее все как-то разрешение такое не очень и я значит а выглядит такая женщина эффектная я потом думаю да понятно почему то есть так она лучше выглядит когда ну то есть как бы разные трюки есть вот некоторые специально не хотят я бы тоже наверное там мешки уже под глазами уже возраст не тот но думаю ну ладно начали жениться что ли меня нет у меня уже есть все вопросы решены вы вот что скажите ну ну хорошо вот вы тут поучились стартап завели в чили поехали 40 тысяч там ну ну хорошо 40 тысяч замечательно может вам хватит на несколько месяцев я не знаю но дальше то что то есть какой-то путь такой более продолжительный у вас просматривается или вы говорите ну что я буду думать вот сейчас живу и хорошо а там в крайнем случае там в питер поедем или там москву наверное правильно заметили что ну в какой-то момент надо уже задуматься о таких более глобальных вещах и что дальше да ну мы как бы сделаем все возможное чтобы компания уже начала нормально зарабатывать и уже возвращаться в долину скажем так не на бабах совсем но уже на уровне роста так называемого да компания серьезного и как бы тогда уже намного намного проще поднимать нормальные деньги под нормальные оценки и бизнес развивать что за бизнес то что за стартап что вы делаете ну глобальная идея с чего мы начали и в принципе ее ну как иначе там там несколько раз изменялась идея но сама глобальная шла что эта платформа для микроконсультации то есть когда есть какой-то вопрос допустим там юридический там или там про срачом ну там по-быстрому спросить там ребенка поднялась температуру там заболел тубик режется или еще что-то можно такие мелкие вопросы эксперта да там спросить то есть ну соответственно связаться либо с врачом либо с юристом да там что-то дома что там сломалось под крути да там спросить там электрика резюме вот никто не звонит ну да да тоже вариант так и мы как бы такая глобальная идея была тяжеловесная тяжело ее поднять там нескольким ребятам да то есть с одной идеей без особых знаний как этого делать опыта и нам предложили выбрать одну нишу которая будет самая простая для нас интересная мы выбрали кулинария то есть у нас теперь около двух с половиной тысячи шеф-поваров которые доступны 24 на 7 проконсультировать людей а их интерес в чем а за денежку да абсолютно верно то есть после то есть вы выбираете раздел вопросов допустим это какая-то американская кухня или там допустим французская метод который вы делаете там вы там что-то хотите пожарить честь печь или еще что-то и диета если какая-то там есть предпочтение там вплоть то там какие-нибудь там вегетарианская там или кошерная или еще какая да кстати допустим девушка вышла замуж или встречается с парнем какой-то там когда вышла замуж то она уже может себе позволить а вот когда еще не вышла культуры и приходит родитель когда еще не вышла все верно да конечно хочет впечатление произвести заманить его бах и все эмм и соответственно после консультации мы рекомендуем оставить шефу на чай примерно 50 центов в минуту то есть если человек пообщался 10 минут мы примерно там 5-6 долларов просим оставить шефу унизительно совсем немного абсолютно верно и и последствия то есть для шефа это не только какая-то маленькая денежка мы ему делаем его профиль поднимается в рейтинге он становится местной знаменитостью то есть он получает возможность уже там попасть в какой-то момент там на фуд-нетворк или там когда напишет свою книжку у него будут какие-то последователи там откроет свой ресторан у него опять же может узнать это как бы комьюнити скажем так своеобразный создать и люди будут знать что этот человек помог многим первая моя мысль которая у меня в голове это то что дикое количество рецептов доступно просто за бесплатно то есть вы конечно можете посоветоваться именно вот с профи с таким но с другой стороны не хуже профи там пишут и книжки пишут и бесплатные сколько там этих блогов сколько форумов мама родная там с такими рецептами там и так далее я просто думаю почему человек будет платить денежку пусть даже небольшую вместо того чтобы допустим ну в традиционном таком ключе нас тут раскрыть отключилась немножко смотрите-ка так вот с вашей точки зрения значит почему что должно быть за мотивом так какой мотив пойти заплатить пятерку нежели допустим просто почитать или может быть уже опыт есть может быть вы уже знаете почему люди это делают да да конечно у нас звонки идут достаточно часто и основной момент идет когда уже что-то не так получилось когда уже скажем так шел по рецепту делал получилась какая-то бяка и вопрос уже идет как это исправить как это делать вкусным или вообще это есть можно да то есть посреди процесса там посреди процесса в это время булькается там абсолютно верно и это как бы вот это первый юзкейс ну второй идет это по диету то есть то есть это вот у кого-то там дети хотят что-то более здоровое питание вот пообщаться вот вот как вот что там каким образом приготовить вкусно и чтобы было более здоровое и вот этот второй который вот общаются скажем так люди но кроме кроме кулинарии которая в принципе ну интересно развивается сейчас сейчас мы уже потихонечку переходим на другие рынки и вот продукт второй мы уже с партнерами запускаем то есть мы уже сейчас раньше мы хотели все сами сделать то есть мы сейчас все рынки сейчас сами освоим мы тогда поняли что каждый рынок у него своя специфика и там полно 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 всего да а мы мы решили пойти немножко другим путем и сейчас мы делаем небольшое стратегическое партнерство с людьми у которых уже есть комьюнити уже этих экспертов допустим если это кулинарный блок ну не кулинарный блок допустим блок врачей там или еще что-то где уже люди там уже охотно общаются мы им предоставляем уже это как бы технологию где уже их эксперты могут зарегистрироваться и они же могут помогать людям в реальном времени и вот это дело идет очень интересно то есть мы запустили полгода назад мы сделали первую партнерку с компанией по образованию американской MyExamplers они подняли то есть они с нуля начали сделали продукт они подняли сейчас немножко денежек тоже там для развития и сейчас готовится к хорошему такому сиду в 1 миллион долларов как бы если все будет хорошо то есть уже выстреливаются эти вертикали по образованию с репетиторами общаться то есть отдельный продукт с врачами другой продукт еще что-то и мы уже становимся в этом более как бы компания которая технологии предоставляет нежели сервисы а не посреди клиентам а это что сложная технология там какой-то технологический что называется челлендж не то что допустим можно собрать 10 групп независимых пацанов и они сядут и напишут там что-то такое есть что надо было ну могут написать но это потребуется там бот писать тестировать чтобы было без багов скайп не только так дорого стоит из-за того что так много людей а все-таки есть у него тоже там некоторые технологический челлендж который стабильность нашей картинки все-таки поддерживает на самом деле очень много людей кто это пытался сделать у нас и конкуренты которые делали тратили кучу денег на разработку этого софта сами но это нужно очень серьезные коммитменты и финансовые возможности а мы предлагаем зачем вам рисковать что-то инвестировать сделать это когда мы можем развернуть это решение на основе вашей системе в течение двух недель и уже вы можете сделать бизнес через две недели вы сейчас это будете инвестировать нанимать этих ребят это вопрос времени с точки зрения визы вот вы говорите сейчас поднимем раскрутим в другое состояние перейдем поедем в долину а вы с какой визой поедете уже тогда в долину это хороший вопрос ну на самом деле мы разные варианты рассматриваем на самом деле при большом желании визы вопрос решается это как продление чуанглы так и как у 1 при юристов можно сделать на крайний случай делается опять F1 берутся курсы образовательные да и мы там пока решаем вы можете по бизнесу уже если у вас бизнес есть и он на ходу и обороты какие-то там и так далее я думаю что вы по идее должны были бы по бизнесу ехать да бизнес визы это самое такое но желательно конечно бизнес визы у меня совсем не иммигрантская такая основа так как O1 есть виза есть виза есть виза есть виза и то есть есть визы такие именно для людей которые делают бизнес я скажем виза хорошо идет там green card и так далее ну да это у вас следующий вопрос вам надо будет соображать то есть H1B вы должны будете снова вернуться к вашим нанимателям да она же у вас не закончилась там же ее дают на 3 года а потом еще продлить можно на 3 то есть это не как бы да если вас возьмут обратно вы можете обратно но тогда вы не сможете делать свой стартап и можно так же сделать трансфер даже на свой стартап можно делать трансфер у тебя доля компании меньше 50% ты можешь как бы сам себя нанять по H1B угу если меньше ну дайте жене 75% понятно ну да где H1B там уже и green card ну можно подаваться на green card можно можно там правила все время меняются мы когда-то много green card сделали вот у нас было много людей по H1B незадолго до обвала интернет бума 2000 год у нас человек наверное там двадцать одновременно было и мы всех довели то есть мы всех довели до green card хотя это сыпалось ужас что творилось но как-то я был очень горд собой тем что мы всех довели да они уже в других местах работали потому что там у нас тоже обороты падали а мы все таки их довели то есть они у нас были в подаче и мы добились того что им всем выдали так что у нас тут большая толпа есть людей которые ну там с женами с детьми знаете так это солидная толпа соберется которых мы что называется а green card или в свое время ну что же хорошо ладно а вот если сказать так вот у вас есть такой элевейтер печь значит вы вот небольшая такая небольшая речевка которую вы можете сказать людям которые нас сейчас смотрят вот что они найдут у вас на канале вот приходите к нам на канал как называется кстати стартап энд тревел стартап энд тревел вот приходите к нам на канал стартап энд тревел я дам ссылочку в описании к видео и вы там найдете что интересное видео по самостоятельному путешествию по США и Латинской Америке и интервью с интересными людьми которые ведут дистанционный бизнес или которые имеют дистанционный бизнес который позволяет им путешествовать это неплохо бизнес это неплохо они не русскоязычные мы берем имя русскоязычных у нас есть несколько товарищей имя русскоязычных но у них бизнес так или иначе связан тогда с Россией мы именно хотим показать что как бы можно эмигрировать в другую страну и работать там именно по специальности добиться успеха за рубежом вот и в то же время путешествовать то есть мы как бы вот преследуем эту цель и поэтому ищем людей таких у кого можно взять интервью кто вот воплотил эту цель ну подождите вам годиков еще мало как бы да то есть вы такие ну просто одно дело в 25 путешествовать или там скажем 18 а другое дело в 48 там уже думаешь а где бы осесть а где же мои корни а где мои дети а где там все такое то есть у вас есть место где вы хотели бы осесть ну наверное Америка но прежде чем возвращаться в Америку хотелось бы так попутешествовать посмотреть мир потому что я вот жила сколько там почти 3-4 года в Америке и я никуда не ездила я вот только работала работала ну никуда не ездить это тоже сказано ну я имею ввиду за рубеж за границу то есть там и в Тахо ну да и в Вегас и в Сан-Диего и еще куда-то никуда не ездить это наверное совсем сказано очень преувеличенно но действительно когда работаешь в штатах да то есть есть такой момент то есть у нас на самом деле какой-то момент уже был страх что все мы сейчас здесь останемся тут будем работать лет 10-15 и только потом уже может быть начнем как там смотреть мир и там смотреть что такое и как бы хотелось наверное посмотреть да стоило не то что там стоит игра свечи или еще что-то но хотелось посмотреть а все-таки что происходит в мире да кроме долины потому что когда уже там тоже после 4-х лет уже как бы долина это такое своеобразное то есть в Сан-Франциско это очень своеобразный мир это такое это такое это как наукоград или я не знаю или какое-то такое вот это очень-очень-очень-очень отличается от всего мира и уже когда живешь там мне кажется уже твое мировоззрение тоже как-то очень начинает меняться я не говорю что худшую сторону там или еще что-то оно просто становится другим и начинаешь мир смотреть тоже через какие-то такие своеобразные очки и какой-то момент уже казалось что все мы уже здесь остаемся и вообще это наша жизнь такая будет и мы ничего больше не увидим и уже потом когда уже поедем уже будем со своим там каким-то таким уже новым мировоззрением уже на все смотреть и наверное захотелось в какой-то момент вырваться из этого и сказать окей то есть мы еще свободны можем можем перемещаться по миру то есть можем можем посмотреть как живут люди совершенно другие континенты то есть Латинская Америка это была ну такой вообще своеобразный континент но это вообще противоположная сторона мира да от России если смотреть и от Америки это не очень близко да то есть Чили это вообще конец света да по географически и здесь оказаться да ну казалось что вообще только в глубокой стадии да да можно поехать сюда ну это не первый выбор наверное когда думаешь об отпуске наверное если в Америке живешь это у тебя там не знаю Гавайи может быть Мексика у тебя может быть там ну Майами да там если внутри Америки а чтобы так взять и сорваться а поехали в Чили это нужно так ну серьезно уже быть опытным путешественником наверное хотя мы кстати много американцев встречали в Чили в Латинской Америке вот именно американцев которые вот взяли рюкзак поехали путешествовать байкпакеры да это наш тоже не совсем вариант ну да а второй вариант еще мы вернее вторая категория людей которые мы встречали вот здесь в Чили американцев это те кто тоже со своими стартапами сюда приехали это 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 тоже они тут тоже совершенно другое тоже так как в Чили они пытаются стать силиконовой долиной Латинской Америки и они тем самым выдают огромное количество этих грантов то есть у них 3 раза в год по 100 команд они берут из которых часто бывает больше половины иностранцев и вот буквально недавно у них в прошлом году в этом году ну да в 2015 году перевалило внутренних команд больше чем иностранцев один раз один из наборов а так всегда было иностранцев ну какие-то success stories у них есть с этими стартапами success stories как бы таких огромных которых на слуху нету поэтому не приходится но сам смысл заключается в том что так как чилийцы они очень спокойные ребята в отличие от многих горячих народов они также относятся к жизни то есть они вот сейчас я отучусь найду корпорацию найду на кого работать буду работать там ничего там не высовываться делать свое дело и как бы они видимо в какой-то момент поняли что посмотрев на долину что нужно как бы развивать какие-то инновационные технологии кроме выкачивания ресурсов то есть если там в России нефть то здесь у них медь то есть они номер один по запасам нефти и добычи то есть в тимторейке и элите у них тут еще так же добывают и они на основе этого дела как бы и живут и как бы они решили что нужно как бы вкладывать деньги в человеческий потенциал и как бы лучше всего местное население будет учиться на примерах если мы всегда пригласим активных людей которые что-то пытаются сделать сами создать какие-то компании или еще что-то и они будут рассказывать о своем опыте то тогда местное население может тоже заразиться вот этой вот идеей создания компаний из идеи из ничего инновационных государь Александр Третий был таким ну как бы сказать славянофилом что ли можно так сказать вот он был он запретил преподавание в российских университетах на немецком языке ну не на немецком вообще на иностранных потому что вот началось с того что вся профессура была значит иностранная и буквально там за 20 ну не за там не за 20 лет до революции ну за 30 да запретили преподавать на иностранных языках а до этого как бы и не было профессуры толком это не то что стали русские профессора просто вот немцев там составили по-русски говорить вот поэтому в этом что-то есть конечно ты приглашаешь тех кто из других стран они какую-то культуру создают да и дальше она начинает само развиваться конечно не быстрые процессы если это не в рамках такой основной традиции национальной там инновации там что-то я не знаю я вот смотрю у нас вот в Соединенных Штатах латинос у них нет культа образования они рано начинают работать рано женятся рано деток заводят работу такую делают в основном вот я бы сказал мускульную да то есть ну либо это уборка либо это гарденинг вот там сады строительство и совершенно довольны жизнью люди то есть они они просто не рвутся поэтому ты можешь им дать пример вот они здесь казалось бы видеть много примеров но это как-то на них не так сильно воздействуют хотя есть много латинос которые учатся и на хороших позициях и так далее это тоже есть конечно ну что же ладно так вы приглашаете народ к вам в блог то или что или говорите хотите ходить ходить не ходить нет конечно мы приглашаем на наш блог стартап интревел посмотреть жизнь в латинской америке познакомиться с успешными экспатами за рубежом вот и так же задавать нам вопросы если кто то тоже заинтересовался программой стартап чили мы с радостью поможем ну шикарно да я думаю что масса народу из российской федерации украины могут заинтересоваться суммой в 40 тысяч долларов вот сейчас это там большие деньги а можно их как-нибудь это вот допустим приехали бы в чили взяли 40 тысяч долларов и на них наняли команду где-нибудь я не знаю там в биробиджане можно именно это так большинство народа и делает ага то есть они не тратят эти деньги прямо там то есть они тратят на свой проект но при этом команда может находиться где угодно включая Украину да там там Россию или какие еще места удаленные от Чили ну если Россия и Украина тогда Турция там рядом да да хорошо ладно ну что ребят тогда давайте что сказать вы не пропадаете с наших мониторов то рассказывайте как там ваша это ресторанная продукция я думаю если бы там по смешению дрингов там делали может быть знаете как может быть больше мужиков бы приходило а так все женщины вот ерша так какой-нибудь замутить ну ладно так и мысли со стороны давайте не пропадайте и и чтобы у вас там получилось все чтобы не получилось что вы профукали чужие 40 тысяч долларов правда же так обидно было бы это вы же хотите их с пользой употребить да вот давайте употребите с пользой а родители ваши как они вообще смотрят что вы тут по свету болтаетесь ну у меня честно сказать родители я единственная дочка и они так сильно скучали по мне вот пока я жила в Америке наверное они повлияли на мое решение все таки как бы уехать то есть с одной стороны они и рады что да я получила образование американское и работу но в то же время хотели чтобы я была поближе где-то и они никак не ожидали что уеду я в Чили ну может быть с той стороны планеты так как-то приблизились да ну в общем ой понятно хорошо ладно ребятки давайте я побегу остальными делами заниматься у меня еще урок сегодня вот а вам тогда нопасаран да и значит пробивайтесь на вершину спасибо большое Михаил были очень рады с вами пообщаться вживую и очень надеемся что скоро встретимся что будет еще более живенько да хорошо счастливо спасибо 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 Субтитры подогнал «Симон»